здорово друзья таник 86 все в этом видосе ребята будем клеить уплотнитель на камере под ним на подкапотное пространство в общем сейчас покажу где здесь косяки и где будем клеить смотрите как видно по блоку предохранителей грязь залетает из-под фары взлетает на блок это плохо но это принципе в любой машине есть только разные места худые также здесь смело взлетает грязь сюда ну а спереди здесь все чисто здесь все хорошо здесь защита хорошая и вот вы мне сейчас напишите почему ты не купил простой уплотнитель от двери и не поставил его сюда да потому что ребята он слишком маленький вес на шоке ребята то есть в марика уплотнитель не простой это не дверной он d-образный здесь ребята увеличенная высота и ничего это нужно чтобы компенсировать зазор чтобы он сменался здесь он даже дайте не может а здесь из-за большой высоты уплотнитель доходит до пары и до крыла ну и также грязь находится на капоте это взять пары и спереди где замок этого уплотнителя не хватает вас голод чтобы остановить эту грязь как видите грязь доходит до моего уплотнителя и останавливается что нам нужно сделать нам нужно сейчас все обезжирить естественно все отмыть нанести праймер и уже приклеить этот уплотнитель максимально ближе к этой кромке но тут принципе есть штамповка и по ней пойдем я вот думаю вот так дойдем обрежем с изгибом таким я идти не хочу хочу сделать максимально красиво да а чё и вот тюнинг доработка это мы youtube сейчас на дзен ну и и дзен и youtube а какой канал не к 86 по русски правник 86 это ну это попал вот машины да да масло смотрим чё какое ведь стоит ведь не стоит ведь какой тюнинг самый простой обезжириватель причем он очень вонючий но хороший на теперь ребята праймер это 3м он стоит в районе 100 рублей но он того стоит и вот где будем обрабатывать наклеивать точнее тут и промажем ну вот такая грязь получилось хотя я там хорошо обрабатывал и кстати испаряется очень быстро так что работать очень быстро ну что резиночку нагрели и теперь нужно все приклеить здесь может получиться очень криво из-за этого нужно хоть как-то но натягивать слегка начинаем с угла капота ориентир бортик где-то вы увидите наружный угол все пучком вот теперь вопросу тут как здесь завернуть красиво можно по идее сделать двойную резинку можно здесь отрезать все-таки наверное я сделаю двойную вот это я буду подпирать да лучше сделать двойную резать ничего не будем после того как все приклеили нужно прошло все прожать ну все ребята остается всего лишь вот такой кусочек с запасом ну вот ребята смотрите все ровненько сам шоке что я ровно его поклеил а все почему потому что я придерживался канта когда есть ориентир то все окей так теперь нужно закрыть капот ну-ка так он прижимается да прижимает нормально ну-ка а уже так не открывается бодро пока резинки новые прижиматься бодро не будет ну-ка все закрывается очень плотно и прилегание есть сейчас я вам покажу потом прижмется и закрываться будет намного легче резинка не мешает открыть кстати замочек вот так я все поклеил вообще идеально вообще нету кривых линий все супер и прилегание кстати вы видите она есть весь еще грязь видите прилегание есть в общем придерживайтесь этого канта и тогда вас все будет ровно и здесь не экономите тоже накидывайте уплотнитель а вот это в будущем если что я уберу если здесь появляться грязь не будет я его сниму вот смотрите видите резинка прижимает и там она тоже прижимает по всему контуру если закрывать как раньше не закроется надо посильнее вот так вот все и все честненько и звук такой прям классный ну да ладно так давайте еще посмотрим я хочу наклеить вот сюда уплотнитель и кстати не будет видно вот эту порнуху а когда скапливаться всякая херня видно ореол где герметик проходит как вы помните я клеил лобовой уплотнитель верхней на заднее стекло здесь он вписался идеально и теперь хочу наклеить его вот сюда тут я уже все помыл и обезжирил буду клеить от край стекла как и в тот раз тянуть уплотнитель не стоит просто положили держим и снимаю скотч кстати сейчас только заметил там скол как видите вот он сколик и чтобы такого скола не было нужен уплотнитель сейчас нужно кисточкой макнуть и потом только наклеить так и все все готово и вот так все получается и скол закрыли и резиночку поставили так ребята кстати здесь я маленько наклеил с буграми из того что нам было все равно чуть-чуть на потянуть уплотнитель но это пока он горячий он отрывается и клеится все нормально я оторвал в общем миллиметров 5 натянул и подрезал все сейчас все хорошо так теперь насчет вот этих уплотнителей смотрите также я вместо шопе заказывал хотел наклеить себе пока не знаю клеить или нет смотрите эта тема для кого кто ездит много по трассе либо такие тачки но которые просто гоняют часто по трассе либо рабочие типа ларгусы на них тоже такие есть уплотнители в общем что они делают при сильном дожде вода сюда не заходит вода не заходит и боковой стекло всегда будет чистое ну естественно зеркала будут чистыми я сначала хотел себе наклеить но у меня под сомнением клеить ребята или нет я хотел спросить у вас совет по качеству все окей мне нравится качество выше среднего я не говорю то что в идеале нет выше среднего но мне кажется это будет уже лишь для мою машину из того чтобы всегда уплотнитель этот уплотнитель чисто для бизнес тачек таксисты я не знаю там кто сопровождает груз ездить на легковой вот такие уплотнители им нужны и ссылка будет в описании ребята но я все-таки спрошу у вас совет стоит ли ставить или нет если что у меня даже есть еще один комплект можно замастырить на заднее стекло но любом случае их оставлю на будущее и может быть где-нибудь применю как вот например с этим уплотнителем верхнем я применил на заднее стекло и людям очень сильно понравилось но следующий видос ребята будем клеить накладки на пороге в дагестанском стиле бруталити вам очень сильно понравится ну что ребята всем удачи пока и ссылочки все а в описании теперь берем активатор акдези теперь берем актива теперь берем активатор ну а теперь вход идет активатор но теперь вход идет активатор от но теперь вход идет активатор от адгези сука но теперь вход идет но теперь вход идет активатор на теперь ребята праймер